Так, анекдот. Умирает старый психиатр, зовет сыновей. Первому говорит, тебе я завещаю мой дом. Второму тебе деньги. А третьему, самому любимому, тебе я завещаю моих самых богатых пациентов, которые будут кормить тебя всю жизнь. Так вот, я почти что парень из того анекдота. Родился в семье врачей. Папа стоматолог, а мама психиатр. И когда поступал в Гарвард на психологию, то шел почти что по маминым стопам. И если б учебу не забросил, был бы психологом, неплохо бы зарабатывал на пациентах. Хотя вообще-то с детства древние языки любил. Латынь и особенно греческий. Математика в школе здорово шла. Но нет, ботаником я не был никогда. Спортом занимался. Фехтованием. А первый свой комп я получил в подарок от мамы с папой, когда мне было десять. Quantum DX. 486-й процессор. Неделю был в восторге, а после стало скучно. Все эти программы, игры, конечно, классные, но какие-то они слишком готовые, что ли. Их создал кто-то до меня. Нет, можно, конечно, менять шрифт и прочую фигню, но в остальном, словно приходится идти по чьим-то чужим стопам. И я тогда опять стал изучать языки. На этот раз языки программирования. Ну и пошло. Вначале написал программу моей любимой настольной игры, а дальше больше. Однажды придумал такое приложение к MP3-плееру, которое самого генерило плейлисты, типа угадывая, что бы мне хотелось послушать именно сейчас. И не поверите, очень большие конторы из тех, что производят софт, заметили эту игрушку и даже неплохие деньги предлагали. Но мне не захотелось работать на чужой карман. Я поступил как честный хакер и выложил программу в сеть. Мне кажется, что если у тебя есть мозги, ты просто не имеешь морального права работать не на себя, отдавая результат труда и, главное, драгоценное время своей жизни какому-то там работодателю. Я молодой, надеюсь, время и жизнь у меня навалом, но я его очень ценю. И, быть может, потому я и стал одним из самых юных миллиардеров, что не тратился на то, чтобы ходить по чьим-то там чужим стопам, путям. Когда мне говорят... Марк, у тебя встреча в 8 утра, я отвечаю нет. Я в это время еще сплю. И не важно, что речь идет о сделке на миллиард. По-моему, сегодня нет большей ценности, чем быть самим собой. И людям на самом деле именно этого больше всего хочется. А это возможно только в социуме. Я хоть и не удавшийся психолог, но эту истину знаю отлично. Понял ее на практике, когда только начинал делать мою социальную сеть. Потом это поняли и другие те самые ребята, что инвестировали в нас теперь. Когда в Фейсбуке почти что миллиард пользователей, мы на одной только рекламе делаем очень хорошие деньги. Мне принадлежит 24% акций. Мой капитал оценивают в 18 миллиардов, и я продолжаю дорожать. Но привычек не меняю. Просто мне нравится носить те же самые футболки и шорты, что и раньше. Общаться с теми, с кем мне хочется, а не с кем надо. Вокруг меня полно скандалов, а как иначе? Я всегда говорил, в душе я хакер. И буду им всегда. Еще пишут, что я косноязычный, скрытный, никому не выдаю свой секрет успеха. Но на самом деле все очень просто. Если у тебя есть мозги, то работай на себя. И не меняй время твоей жизни на деньги, которые уйдут в чужой карман.